Женские носки от Леди Коллекшн размеры с 35 по 38. Стоят такие носочки 99 рублей. Произведены они в Китае. Состав 85% полиамид, 14% полиэстер и 1% эластан. Эти пушистые, мягкие, забавные носочки не оставят вас равнодушными. Вряд ли такую красоту можно пропустить. Эти носочки отлично подойдут на подарок и себе для поднятия настроения. Носочки выполнены в виде пандочек и медвежат. И есть носки, у которых мордашки расположены в верхней части носочков. А есть чуть ближе к середине. А для тех, кто не любит мордашки, есть носочки с овечками. Носки от Леди Коллекшн размеры с 36 по 39. Производитель Китай. Состав 86% акрил, 13% полиэстер и 1% эластана. Стоят такие носки 99 рублей. Связаны обычной чулочной вязкой. В наш магазин приехали в основном в белом цвете. Носочки для ног Fanny Organics Smart Pedicure Tiger Boom. Стоят такие носочки 149 рублей. Производитель Корея. Вес 30 грамм. Это отшелушивающие пилинг носочки с питательной сывороткой для ног. Устраняют натоптыши, мозоли, омолаживают кожу, удаляют ороговевшую и регулируют потоотделение. Время воздействия на кожу ног для достижения желаемого результата 1 час. Появилась в продаже новая пряжа от Handmade Club. Производитель Китай. Состав акрил. В мотке 70 метров. Вес мотка 50 грамм. Пряжа продается в нескольких расцветках. Она сделана как многониточная и похожа то ли на шерсть, то ли на мохер. Но, естественно, ничего этого в составе нет. В составе только акрил. Мягкая, тактильно, очень приятная пряжа. Вязальщицы, я думаю, найдут, куда ее пристроить, что из нее связать. Кто-то свяжет из нее мягкие уютные варежки, кто-то шапку, а кто-то шикарный свитер. Вообще, в этом году очень много пряжи в фикс прайс разнообразной. Цены подняли, конечно, но выбор действительно большой. Свеча-столбик-рустик цветной размером 7х6х2,5 см. Произведена в России. Состав парафин, воск, хлопок и краситель. Стоит такая свеча 99 рублей. Продается в четырех расцветках. Свеча-столбик декорирована рельефным узором. И хоть она и призвана реализовывать наши дизайнерские задумки, создавать особенную атмосферу, но внешний вид ее мне не очень понравился. Мне кажется, если бы не было вот этого непонятного налета, и свеча была полностью глянцевой, она бы выглядела гораздо симпатичнее. Ароматическая свеча в стакане с тремя фитилями. Производитель Китай. Состав парафин, стекло, хлопок, полиэстер и сталь. Подобных свечей в фикс прайс еще не продавали. Есть разные ароматы в продаже, но больше всего мне понравился аромат ванили и гранат с черной смородиной. У них самые приятные запахи. Остальные как-то, знаете, пропадают на их фоне. Цены на этот товар еще нет, но я думаю, что меньше 300 рублей такая свеча стоит не будет. Ароматический диффузор для дома. Уютный аромат дыхания шелка в объеме 40 мл стоимостью 149 рублей произведен в России. Он как будто специально создан для того, чтобы в доме царил уют и гармония. Нежный, притягательный. Деликатные аккорды шелка переплетаются с нотами кашемирового дерева, создавая тем самым ощущение чистоты и комфорта. Мускус в шлейфе придает аромату томность и мягкость. Снова порадовал нас фикс прайс декоративными фигурками ангелов. Когда их продавали в прошлый раз, они очень быстро ушли у нас с полок, так скажем. Производитель Китая, состав полирезин. Эти фигурки ангелов продаются в различных вариантах. Каждый ангел, так скажем, занят своим делом. Один играет на скрипке, другой на флейте, третий на арфе, а четвертый на укулеле. Милые детские лица, курчавые волосы, крылья за спиной и свободные одежды. И как бы ты ни относился к этим фигуркам, все равно при взгляде на них даже морщины с олба пропадают. Ценника на эти фигурки еще нет, но я думаю, что в диапазоне от 200 до 249 рублей. Поднос от УКИЧЕН размером 40 на 30 сантиметров из новой серии, относящийся к пиву. В этой серии есть открывашки для бутылок, пивные бочонки, ящики для льда, много чего есть. И вот появились подносы. Цены на них еще нет, но я думаю, что такая бандура меньше 300 рублей стоит не будет. Продаются они в нескольких расцветках. Все относятся только к пивной тематике. В принципе, этикетка говорит сама за себя. Выбирайте аккуратно, потому что подносы есть погнутые, что на таком изделии очень-очень заметно. Состав оцинкованное железо, производитель Китай, овальной формы эти подносы. Мне они напомнили, знаете, старинные шайки, с которыми ходили в баню. Если бы не рисунок внутри, то вообще не отличить. Один в один такой же грохот создают. Да и выглядят точно так же. Единственный размер маловато. Салатник из толстого стекла. Объем 0,6 литра от УКИЧЕН. Производитель Китай, состав стекло. Салатник имеет компактную такую форму с высокими прямыми стенками. Отлично подойдет для подачи в разные концы стола небольших порций салата. Я, когда вижу такую посуду, сразу вспоминаю детство, бабушкин сервант и полки с хрусталем. Стоит такой салатник 79 рублей. Все больше в фикс прайс стало появляться посуды из толстого стекла, напоминающие своей формой и своими рисунками старинный советский хрусталь. Я думаю, все его помнят и объяснять много не надо. Вот и сейчас привезли новые салатники по 650 миллилитров объема. Производитель Китай, состав стекло. Стоят они 149 рублей. Менажница от УКИЧЕН диаметром 18,5 см. Производитель Китай, состав стекло. Менажница имеет филенчатый край, красивое рифление, сходящееся лучами к центру. Сделано она из очень толстого стекла. Отлично подойдет и для повседневного применения, и на праздничном столе будет выглядеть весьма достойно. Форма для выпечки от УКИЧЕН объемом 720 миллилитров, размером 23,5 на 20 см. Состав боросиликатное стекло. Произведена она в Китае. Имеет круглую форму. Из высокопрочного стекла сделано. Также производитель обещает равномерное пропекание. Эта форма с двумя ручками, красивым рифлением по бокам. Отлично подойдет для небольших каких-то пирогов с начинкой, батрушек, омлетов, да и просто для подачи на стол. Емкость объемом 550 миллилитров от УКИЧЕН. Производитель Китай, состав керамика. Стоит такая емкость 77 рублей. Продается в двух расцветках, черный и белый. Надписи на них, соль и сахар. Эти емкости прямоугольной формы, матовое покрытие. Присутствуют небольшие погрешности в этом покрытии. Поэтому при выборе обращайте на это внимание. В целом смотрится неплохо. Крышки эти емкости не имеют. Тарелки от УКИЧЕН диаметром 20 см. Состав Паянс, производитель Китай. Тарелки продаются в различных цветах, с различными орнаментами по бокам. И вы знаете, мне они напомнили мое далекое детство. В школьной столовой мы кушали из очень похожих тарелок. Стоят они, кстати, 55 рублей. Тарелка от УКИЧЕН диаметром 23 см. Производитель Китай, состав опаловое стекло. Стоит такая тарелка 99 рублей. Тарелка имеет широкие бортики, которые имеют глубокое рифление продольное с одной и с другой стороны. Это создает очень красивую игру света. Тарелка отлично подойдет для подачи вторых блюд, закусок или каких-нибудь десертов. А вот такого товара я в Пикс Прайс раньше в продаже не видела. Это гель для устранения сложных засоров, для прочистки труб на кухне и в ванной. Тирет Турбо на одно применение. Этот гель продается в небольшом флакончике объемом 200 мл. И время устранения засора написано от 2 минут. Но внимательно читайте инструкцию. От 2 до 40 минут и больше при сильном засоре. Ветка искусственная новогодняя, длиной 40 см от снежного кружева. Производитель Китай. Состав PET, полиэтилен, пенополистирол, сталь, бумага и шишки. Веточка такая стоит 99 рублей. Продается в двух вариантах. С птичкой и с ягодами. Напоминает ветку карельской сосны. Потому что на наши сосны она не похожа. Изогнутая сама по себе веточка, короткие иголки. Смотрится очень реалистично. Эта заснеженная веточка отлично подойдет для создания новогоднего антуража в квартире. Вешалка на дверь размером 55 на 16 на 9 см. Состав нержавеющая сталь. Производитель Китай. Эта вешалка на 6 крючков. Она крепится на дверь с помощью двух крючков, которые вы видите сзади. Довольно широкие. И на ней вы можете размещать как верхнюю одежду, так и сумки, платки, зонты или шляпы. Этот аксессуар поможет поддерживать чистоту и порядок не только в прихожей, но и в других местах вашей квартиры. Женские сумки производства Китай. Состав полиэстер, нейлон и сталь. Стоят такие сумки 299 рублей. Сумки продаются в нескольких расцветках. Сделаны довольно качественно. Они довольно плотные. Я бы даже сказала пухленькие. Имеют карман снаружи и одно большое отделение без карманов внутри. Закрываются сумки на замок молнии. Имеют довольно длинные ручки, которые при необходимости позволят сумку повесить на плечо. Чехол на подушку пуходержащий. Размер 50 на 70 сантиметров. Произведен он в России. Стоит 149 рублей. Такие чехлы защищают подушку от загрязнений. И облегчают естественно уход за ней. То есть не приходится стирать саму подушку. Постирали чехол, высушили и надели обратно. В продаже очень много симпатичных расцветок. Кабели USB от Flex с функцией передачи данных и зарядки 5 вольт 1,5 ампера. Стоят такие кабели по 99 рублей. Длина кабеля 100 сантиметров. Продаются они в различных расцветках. Кабели эти оплетенные. Но качество оплетки на некоторых оставляет желать лучшего. Поэтому при выборе обращайте на это внимание. Иначе он распустится у вас раньше, чем вы начнете им пользоваться. Произведены эти кабели в Китае. Состав ПВХ, нейлон, медь и алюминий.